27 февраля стартовал чемпионат Мозорского района по баскетболу. Один из видов круглогодичной спартакяды пятый по счету, который по традиции начался в состязании команд учебных заведений. Чемпионат Мозорского района по баскетболу среди учебных заведений проходит по круговой системе. Если сказать, что среди девушек подали заявки только пять команд, то среди юношей учебных заведений подали семь команд, то есть все учебные заведения. Состязание команд учебных заведений, наверное, самое масштабное во всех трех группах «Спартакяда» и уж точно, только здесь есть полноценный женский турнир. Разыграем первенство по круговой системе. В студенческих соревнованиях участвуют 7 мужских, 5 женских команд. К сожалению, среди предприятий заявилось только 4 команды. Уже неоднократно отмечалось, что нет у нас отделения баскетбола, поэтому вот пожинаем такие неутешительные плоды. К сожалению, баскетбол пока не в чести у наших спортивных школ, но думаем, скоро и этот прекрасный. Олимпийский вид спорта получит свое место в одной из дюшер нашего города. Пока же только на любительском уровне развивается в Мозоре баскетбол. И такие результаты, как 67-0, зафиксированные в матче МГПУ и лицей строителей номер 2, следствие именно такого невнимательного отношения к баскетболу на уровне спортивных школ. Впрочем, в том же университете представитель команды Николай Таргонский дело поставлено добротно. И мужчины, и женщины – главные претенденты на первое место, следовательно, и на золотые награды. Мы готовимся на протяжении всего года. У нас для этого есть специальная секция, куда мы ходим, тренируемся, играем с мальчиками. Нам нравится все. Мы рассчитываем, конечно, на победу, как и все, наверное. Во встрече кадра, которую вы видите на своих экранах, студентки Мозорского университета уверенно обыграли представительниц музыкального колледжа. Хотя последние тоже были обучены баскетболу. Но вот игроков высокого уровня, девчат, которые в одиночку могут решить судьбу поединка, там пока что нет. Наряду с командой университета, баскетболистки Политехникума, где и проводится турнир, могут побороться за первое место. Такая же картина и у мужчин, где грядущую встречу команды университета и Политехнического колледжа можно приравнять к финалу. Субтитры создавал DimaTorzok